Семинар факультета психологии и наше семинар отделения прикладной математики и информатики. И речь действительно идет о исследованиях, которые находятся на стыке мира физиологии и математики, искусственного интеллекта, если угодно. И у нас в гостях замечательный ученый, профессор Водхель, из замечательного научного образовательного заведения «Коль Нормаль Суперрион» из ведущих французских вузов, лучшего, наверное, в системе «Гранда Коль». И в этой группе «Ерон Теорий» называется, как это не по-русски сказать, «Неронная теория». «Неронная теория», «Неронная теория». Ну, так сказать, группа профессора Губкина. Многие годы ведут разработки в области нейрофизиологии, математических моделей разных явлений. И сегодня намечается сотрудничество этой советской группы с факультетом психологии и, возможно, с нашим отделением. Это проект «Потом». А сейчас я хотел предоставить слово Губкину. Как вам удобнее по английски говорить? Я доклад, наверное, буду делать на английском языке. Если проблемы, вопросы, можете задавать по-русски еще где-то и давать на смешанную. Ну да, как бы семинар будет по-английски, но можно начать немного по-русски. Ну, во-первых, большое спасибо, это большая честь, чтобы высказались с докладом здесь в этой школе экономики. Ну и вот этот проект, о котором я хочу рассказать, начался с того, что ко мне пришел аспирант, который был экономикой. Мастерскую работу делал в институте и экономики, и гиранского университета в Уране. И он пришел, он сказал, что я бы хотел заниматься с вами моделью энергозависимости, но мира биологии я, в общем-то, ничего не знаю. Я экономил. На что я ему сказал, да, это очень прекрасно, значит, будете учиться в нейрогологии, мотивации. Мы начали с ним об этом разговаривать, и мы, в общем, дошли до того, что забыли про наркотики, и начали с ним обсуждать совершенно переглубокие, базовые вопросы, типа, а что же такое мотивация? Правильно? То есть, до чего же животное живет, и что же им управляет во время поведения? Да? То есть, есть чистый такой, можно сказать, эволюционно-кинетический ответ на это того, что как бы животное живет и делает все, что нужно, для того, чтобы размножиться. То есть, вот это цель жизни, это размножиться, передать свои вены куда-то там, в будущее. Да? Ну вот, но, тогда принимается второй вопрос. Окей, хорошо, ладно, размножиться, это прекрасно, это очень приятно, кроме, там, для пухов, некоторых животных, которые там поедаются с антой, после исполнения обязанностей. Ну и для того, чтобы достигнуть вот этого процесса размножения, организму можно просто выжить, правильно? Для того, чтобы быть здоровым. Значит, тогда базовая мотивация должна быть чисто такая физиологическая, можно сказать, да, пополнение своих небольших, своих конкретно физиологических потребностей. Окей. И тут появилась такая деталь, что, в общем-то, да, есть модели, экономические модели, мотивация, которые, в общем-то, ставят как цель поведения, это максимизацию сбора ценностей. Чем больше денег он собрал, вот, тем лучше-то и есть. Однако эти модели совершенно не рассматривают, как сбор вот этих ценностей, совершенно экономическое поведение, то есть как оптимизация, поведенческая оптимизация сбора ценностей, взаимодействует с совершенно первичной мотивацией животного, поесть, поспать, поддержать температуру тела, и как же вот эти вот ценности, можно сказать, которые и вызывают одно или другое поведение, зависят от внутреннего состояния, физиологического состояния животного. Вот. Таким образом начался этот проект. Тут я уже перебываю на английский язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So, first step, first number of steps, and try to develop a coherent mathematical theory for what are primary motivations and how those primary motivations can actually structure behavioral learning by reinforcement. So, it's a new computational theory of motivated decaying. Okay. And so, really, in this project, we wanted to ask two related questions that became one question, and that is, what should one do as an actor in the world? Should one collect rewards or should one defend homeostasis? And we came up with what you will see what we call an EDRL, RL for Reinforcement Learning, which basically shows that collecting reward and defending homeostasis are really one and the same goal. So, what I'll show you is a normative theory for defending homeostasis, which also suggests that defending physiological stability is a rational behavior for an economic homeostasis. Okay. So, and really, this is work that was carried out for master's, sorry, doctoral thesis of Medici Aramati, which was defended last year, and unfortunately leaving my lab to go to London, to UCL. Okay. Okay. So, let's say that you're an animal, okay, and the primary things, the primary things that you want to do is to fulfill your needs. Okay. If you're thirsty, you want to drink. If you're hungry, you want to eat. And the problem is, how do you make a decision for what is it that you're going to actually need? And also, how do you learn to navigate through a complex environment in order to obtain the needed goods? Okay. So, in order to explain this, you really need to look at two critical processes. And two critical systems, really, neural systems. It's the reinforcement learning system that actually learns from stimuli in the external world, right, and learns values of particular choices based on external stimuli. And also, the homeostatic regulation system, which really works with the, let's say, internal world, the gradually physiological space of the organism, in order to ensure physiological integrity. Okay. And these two systems are required in order to structure learning and behavior based on physiological means of the primary rewards. Okay. So, let me just go over a couple of these, some of these details. Okay. So, let's start with the reinforcement learning system. Okay. So, basically, all algorithms, all reinforcement learning algorithms that you encounter, and, well, let's say that you have encountered in, 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 in neuroscience to computation. In neuroscience, it really geared towards learning a value, a number, associated with a particular choice. Okay. So, the way you structure reinforcement learning models, right, is first, you start building the state space, meaning that, let's say that I start from a state S1, and I have three possible actions from the state, right, and then, what I'm going to do, right, is somehow assign numbers associated with each action, so, values, right, here it's a Q value, for example, it's a, it's a value for a state action K. Okay. Okay. And then, if one of these values is bigger than the others, then that's the choice I'm going to make. Okay. You can do it in a deterministic way, say that if S1, A1 gives you a value 10, and the other one gives you a value 1, that means that you always go for first response, or you can do it in a probabilistic way, meaning that I'm going to make a choice to make a, perform an action K A, okay, which will put us in the next state, S2, and this is an outcome of the trend that you're going to make. Okay. So, let's say that, all right, we're going to make this choice, right, to form an action K, A, okay, which will put us in the next state, S2, and this is an outcome of the transition from S1 to S2, through action A, I'm going to collect some reward, R, okay, all right, and then I'm going to compute a reward error. So, I'm going to compute the difference between what I expected to get from performing action A from state S1, so, this is this outcome, and what I actually get when I perform this action, so R1, okay, all right, and then using this difference, okay, so, just to make it clear, if I expected nothing, right, then Q is zero, E is zero, R is something non-zero, right, so, if I expect nothing, and I get a reward, this difference is positive. If I expect something, and I don't get a reward, this difference is negative. Okay, so, then I'm going to update the value of a particular state action pair by the old value that I already cached, plus a weighted term of the difference, okay, which means that what I'm going to do is I'm going to reinforce the probability of making choice S1, A1, every time I get more reward than I expected, okay, and I'm going to negatively reinforce or depress the probability of going from making, performing action A1 state A1, if I don't get the reward I expected, okay, all right, and then you can continue, say, from state S2, I have another couple of choices, and then you can actually build a full state representation of your task, right, with state action pairs, and the associated rewards, and then using this algorithm, you will eventually learn appropriately the probabilities of making particular choices in whatever state you find yourself in, okay, all right, and it's been proven that this sort of algorithm based on these reward errors or expected reward errors will result in patterns of behavior within your state space that will always maximize future discounted rewards, okay, so this fulfills this kind of, just a second, this sort of, this economic action, that rational behavior is behavior that maximizes future discounted rewards, all right, so that's important, yes? the entire platform becomes the term。 Just a simple question. Если у нас в этой схеме что, вотольгой присаживéds mog'da, чтобы каждогоุ рек обязательно белого менеджа прокрепленем, я Heina? То есть simple 말씀. То есть изначально они могут быть. Кстати взагnej? тоなた, когда вы получите определенные точки свежих действий, то есть если,発生 получается шесточнаяową, то есть почему вы получите whatsoever на выходе, вы это thief! Вы с вами для того, чтобы вы получите результат, примите результат, отк pepper, и вы на öz último процесс вы сможете получать некую черту. или вы не получаете зарплату. Объясненно, если у вас нет выборов, если у вас нет зарплаты, то вы будете останавливаться. Таким образом, у вас нужны неизвестные зарплаты, чтобы у вас преимущество. Вы получаете то, что они очень ловят. Я думаю, что вы выяснили, что эти сумки создают такие базы. И вы решили, где вы получаете эти сумки? Ого, что вы получаете? И это задумается. Это работает очень хорошо. Это работает очень хорошо для простых условий. Потому что вы должны быть в полном распространении в целом, чтобы полностью провести преимущество в том, что вы хотите получить к своей системе. Если вашей системе становится сложным, то очень быстро вы будете превыкновенны к кондиционерам. У каждого кондиционера, чтобы вы понятны. это is proven that in any state, this algorithm will converge to the optimal behavioural policies, that there exists an optimal behavioural policy, but practically speaking if the state space gets more than 15-20 states, practically speaking, it will take ages to converge, И это модель для англо-бедавиа, потому что, если вы научитесь так быстро, вы сможете пить. Итак, очень интересно. Интересно, что это все, как в архитектуре и интеллигенции, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова И вот так, как и в результате эксперимент, когда иначе, когда иначе, когда иначе, ты не получил обеих ингредиентов, иначе, что это то, что зачастую, как иначе, что это то, что это то, что оплитивание, что это то, как иначе, Which means that it's proportional to the double. So, basically suggested that this is really how animals learn. There is a neurobiological basis behind this algorithm. Okay. Alright, this is all very... It's really great and if it's all there was, I would kind of finish my talk now and go and drink a beer or something. It's beautiful weather outside. Okay. However, there is a number of open issues with this, you know, family of algorithms. Theory for learning motivated behavior. And the ones that we focused on are, okay, as I already alluded to, you have to assign these numbers. Rewards are not rewards. Okay. And then somehow you have to get these numbers from someone. Okay. So, what is a reward? Okay. How can you determine that, you know, going from S1 to S2 gives you a reward of 10. Whereas going from S1 to S3 gives you a reward of 2, for example. Okay. If you're purely the behaviorist, right, you would say, well, okay, an action is rewarding. Right? Action supports reward. Right? If an animal performs it above chance, for example. Okay. But on the other hand, you say, okay, but why does the animal perform that action above chance? Well, you kind of fall into a circular argument because you say, oh, it's because it's rewarded. Okay. Right? So, there's a circularity of argument there. All right. So, that's one question. Is I somehow wishing to define reward? Okay. And particularly for animal experiments, for human experiments, you can reward with money and then you can actually have objective valuation of actions, right? Okay. If this is, you know, 1 million rubles and this is 3 rubles, obviously you'll learn to do this and you shouldn't reward as much as a coin. Okay. But for animals, that's not. You don't want to. Okay. And the second question that we ask is, what's the role of the internal state of the animal in this learning process? Right? So, the internal state of the animal is nowhere in the structure of this model and it's nowhere in the structure of this algorithm. Right? The values have no dependence on the internal state. Okay? However, obviously, and we know that the animals, the biological organisms, adjust their behavior depending on their internal needs. Okay? As I said, it's obvious that if the rabbit is not thirsty, but is hungry, it's going to go for carrots. Right? So, when the rabbit is hungry, this algorithm would predict that carrots have a bigger value than water. Okay? So, the value is a cash value. It doesn't depend on it. So, next you put the animal in the same rabbit in the same task, but now we feed it. On the other hand, we need to grab it with water. It will respond to water. It will respond to water. It will make whatever choice is necessary to get water. And then this algorithm will converge to another solution. Right? Which would put a higher value for water than for carrots. Okay? So, now you repeat this algorithm as many times as you want. And as long as the internal state of the animal changes, this algorithm will converge to different solutions. Okay? But on the other hand, you know, the theory suggests that this is an optimal algorithm that always should converge to the correct solution. Right? And it will, if you presume that the animal has a stable, unchanging internal state. Okay? Right? So, somehow, in order to get a full solution to understanding the behavior, we need to take into account the internal state. So, how do we do that? Well, there's a whole... Good question. This has been... Yeah. This has been done. And people have tried to do that. And you can learn values associated with specific internal states. And then depending on those values, you can basically can learn the other values. The problem with that particular solution is that, you can learn the other values. And the other solution is that, you quickly run into this combinatorial problem. Okay? Because you have to start discretizing internal states. Okay? And they're not really observable, in a sense, from the beginning to the point of view. Okay? And also, I think, there's a whole host of problems with that particular approach. But when we do all that, it's one way to do it. And it doesn't... It still doesn't solve the problem of defining reward. Okay? Because you still have a circularity of argument, right? Why does my model drink? Well, it's because it's hungry and, you know, water liquid is a reward, you know, etc, etc. Okay. Can I ask you to ask? Yeah. Because this is the predicted value of state S2, right? Because here you're learning the value of going, starting from S1, taking an action A1, and the outcome of that action is being in state S2. Почему эта формула не включает в себя то же самое, как в состоянии S1 от предыдущего? It's included in this Q-learning algorithm. So this is what's known as Q-learning algorithm, right? It actually evaluates state action terms. But you can do straightforward classical reinforcement learning, where basically you assign values not to state action pairs, but just to states. It doesn't matter how you get it. So then you have here Q-S1, A1, and you have V-S1. V – это ожидаемая награда для следующего состояния. И эта ожидаемая награда как раз позволяет избавиться, решать те задачи, какие подкрепления на каждое состояние. Потому что из некоторого состояния мы можем с некоторой вероятностью попасть в то состояние, где у нас есть награда, и это ожидаемая награда как бы... Ожидаемая награда, она может не распространяться обратно в состоянии. Тогда можно встретиться тут с помощью. Так вот, это в смысле, что если ожидаемая награда, мы попали в состояние, поэтому ожидаемая награда выше, например, то мы нашу ожидаемую награду это состояние предыдущего состояния не принимали. И также, это Q-Learning работает очень хорошо, когда вы получите несколько пассов, которые все влияют в то же состояние. Потому что вы можете сделать S1, A2, S3, S3, A4, S2. So, you basically gone through this path, and if you consider just state value learning, then going at that and going at that will give you exactly the same. It's this sort of value. You wouldn't be able to choose which path you take. This allows you to actually take the shortest path. For the most rewarding space. So, historically speaking, let's go back to internal states. There's a whole host of models that have sort of fallen out in fashion, at least in neurobiology, and behavior of neuroscience that dealt with how do I maintain homeostasis. So, fulfillment of physiological needs can be rephrased as avoidance of deviation from primary spaces. Temperature regulation is a perfect example. We all want to be 36.6 Celsius. If our temperature deviates 4 degrees, about that, we're dead. After a couple of days, it's going to come up. If our temperature deviates 4 degrees below, we're dead after a couple of hours. So, obviously, it's very important to keep that stable. So, then we fall into homeostatic regulation problems. And so, there's been a whole collection of models that have been proposed based on classical theory or classical control theory that basically showed how when you present an animal with internal deviation, how the animal production will take corrective actions, simple corrective actions, to regress these deviations. Now, and so, in neurobiologically, the basis for these homeostatic regulation systems are all placed in what's called lateral hypothalamus-associated circuits. The path collects information from the rest of the body. The path collects information from the rest of the body, so the somatic information. Audit adiposity signals, so how much fat you have, insulin signals, how much sugar you have, spagy signals from the liver, from the GI tract, so how much you satisfy your hunger, right? And signals it to the rest of the brain. And signals it to the rest of the brain. Okay. What's a RC? All right. See, here here. Actually, I should just mark, that's the hyperthalumans. Yeah, hyperthalamic axis, basically. отсутствие. Таким образом. Сомостатический отставственный отставственный измерений Н編ивительный сомостатический отставственный Объект на цивилизации Михаил Шумирова Несентирование Олимпающие В основном, почему эти модели неизвестные модели неизвестные модели объясняют мотивацию, потому что один из самых больших проблем это как вы трансляет спецификах физиологических дефицит into complex инструментов и into полисов actions потому что все эти модели suggest что вы 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 θ herumом они будут определять историю вы в области обеспечения СМС, в order to obtain food, эти sort of моделлs не смогли бы быть снизу. И есть много других outros причинствами почему эти таллим моделлs для гайд-радачи теории и модематики это не так. So let me, um, so then the other sort of observations is that, you know, obviously animals' behavior is variable in a fixed external environment, so there have been experiments done, where the experimental conditions are such that the external environment is well-defined and well-fixed. Simple choice tasks. On the other hand, you see huge variations in animals' choices, even under this fixed environment. Okay, so then the goals, really, is what rewards must I seek as an animal, right, so how could we model this, so water versus food, for example. Okay, and how do I learn to navigate in complex environments to achieve these primary rewards? Okay, and just sort of to summarize that these two classes of sort of algorithms to explain behavior, homeostatic regulation and reinforcement learning, address really different questions. Okay, homeostatic regulation models and theories address what is the basic primary motivation. Reinforcement learning really addresses the question of how do I learn about behavior. Okay, and you see that they're complementary. The neural substrates are complementary, right, and they treat differential complementary adaptation to internal cues from homeostatic regulation systems or external cues from reinforcement learning systems. Okay, and the goals, or the axioms, are also complementary. Here, for homeostatic regulation, you want to minimize deviation from some fixed point, from some optimum, okay, and here you want to maximize collection of rewards at some point in the future, okay, over all people. Right, and there are open issues that are also complementary, here, as I said, internal state is not taken into account, and for native feedback models of homeostatic regulation, dynamic structure or external world is largely ignored. Okay, and so let's build the unifying framework. Now, why do we think that the unifying framework is really neurobiologically reasonable is that if you look at the structure of the various nuclei responsible for reinforcement and evaluation, and the nuclei responsible for... ...the nuclei or neural structures responsible for homeostatic control are tightly interconnected, so we know that... ...that, um, that... ...that, um, that, um, that latin-hyperthromatic nucleic send projections and send information to the ventral segmental area, to the total energy. ...uh, that, um, that actually generates these reward prediction errors, which then, uh, process the nucleus accumbens, ...and then, of course, the structures that, um, build up the values for each choice. Okay? Um, so, ventral segmental area particularly gets information from, uh, hormonal information about adiposity signals from, um, um, uh, from, um, ...the satiety signals, so how hungry I am, it gets information from lipo-hyperthromatic circuits also that, that actually encode or control... ...and, um, uh, track body information, body temperature information. So there is a, there is a really biological substrate to suggest that the two systems interact. So that the homeostatic pathway and the port pathway should interact. Okay? But how does it interact from an algorithmic point of view? Okay. So we can start by proposing, in fact, let's start from this point, this side. Okay? And we can propose that all this beautiful machinery, what it does is it encodes an animal state. An animal state within some homeostatic space of drives or needs. Okay? Let's consider two of those for, for illustration purposes. Let's suggest, let's see that we have a, uh, a need H1, let's say it's glucose, a need H2, let's say it's temperature. Okay? We know that, within the space, there is an optimal homeostatic point. Right? For us, it would be your temperature 36.6. And glucose, I don't know what the stable would value for, um, glucose levels in the blood bar. Okay? But we know we want to be here. And let's start with suggesting at some point in time, it's time zero, our animal, our organism, actually finds itself, not here, but at some point, that has been deep. So, we have to, uh, the H2, 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 the H2. So, this is the internal state. Gould and H2. Now, and we can impose upon this state an objective function, a knee function or a drive function. Okay? And basically, um, and this drive function, right, is a nonlinear function of the distance between the optimal point and the actual state of the, of our agent or our animal. Okay? And we're going to parametrize it by M and M. Okay? Alright? So, it's not quite a Euclidean distance. We just allow it to be. Alright? But it's a nice enough function. Okay? With a single minute. Alright? So, now, we can define a reward. So, let's say that, from this state, you perform an action, some action, right, that moves you a distance k, uh, within the somiostatic space. So, here, we move distance k, two words, uh, so, two words at the, the set point. Okay? To end up in a new state at the next time point. Okay? So, basically, we can derive, define reward, starting from state H, and with this outcome k, as the reduction, as an outcome of that action, in the deviation from the homeostatic set point. Okay? Alright? Okay? Okay? Which gives you a physiological definition of reward. Okay? If I'm deviated from my homeostatic point, because I've gotten hungry, and I do something, so, I feed myself, for example, again, and I make a series of actions, that allows me to eat something, which makes me less hungry, so, decreases glucose deviation, that's rewarding. Alright? Okay? So, I fulfill my view. Okay? Now, we can take this reward, and feed it right into our reinforcement learning algorithm, into the prediction error calculation, alright? and then put it into a value map 8. Okay? So, now we have a reinforcement learning system, that learns values, let's say a state action pairs, as a function, or that is informed from its internal physiological state. Okay? Okay? So, what we call homeostatic reinforcement learning, or what I also call NEETI-RL. Okay? It's reinforcement. Okay? It's reinforcement. So, now you choose this parameters M and M. Ah, these are three parameters, okay? So, I'm going to show you that some of the results that we have depend on these parameters, other results do not depend on these parameters. Okay? Alright? Okay. So, let me just give you a little summary of all the terms here. Okay? So, K is the homeostatic outcome of an action, meaning that how much glucose do they consume, basically, if you think about that, in this modality, right? So, H, the big H is this homeostatic deviation, it's my, it's the distance, it's my state, where I'm at. Okay? Alright? And this H is the, the little h is the location in the homeostatic space. Okay? So, basically, reward is not really this distance, right? But reward is the difference in the drive. So, it's a non-linear function of the, of the, of the outcome that I've been solved. But at least this gives you a non-linear definition of reward. Okay? So, now we can also show how we could modulate values depending on the internal state. So, it's shown that it's, it's sort of algorithmically consistent to propose that at a particular time, the value that we've learned at some internal state, if we change our internal state from state H0 to state H1, it's just the value we learned before multiplied by the, by the, um, proportion of the difference between the two states. No, sorry, this should be D, not Q. Alright? Sorry. So, and, which, which could already explain, uh, facts like satiety, so that if, uh, I start out from state H0 and I'm hungry, right? And then I feed myself, then the value after feeding, right, will decrease, because in H1, D will be, um, H1 will be closer to the homeostatic point, which means the drive in H1 will be smaller, right? Which means the value for that, for that choice will decrease, as I assume, to retire in balance. Alright, so, fine, this is really, okay, this is great, you say, okay, but this is totally ad hoc, right? Somehow, ad hoc, I decided, this is my drive function, and somehow, ad hoc, I decided that I'm going to call this reward, and then I'm going to put it in this algorithm, and, and it may not have any value whatsoever, because I'm just going to start to get an ad hoc model, okay? But the, but the, but the point is that the value of reinforcement learning algorithms is that they're normal, right? They tell you that when that algorithm converges, the patterns or behaviors that I learn, patterns of cues and the values, are such that I'm always guaranteed to do the right thing in the long term, economically speaking, right? I'm guaranteed that if I follow the cues, right, I will collect the most reward I can possibly collect, right? Okay, so, and of course, I wouldn't really push this model any further if I didn't show the following thing, and that is you can show that, in fact, obtaining, maximizing reward is exactly the same thing as minimizing deviations under my definition of reward. Right, this reduction in deviations, okay, so let me just show you how it works. Okay, let's say that I start at some initial state here, x, not, y, not, and then there is some path, right, that leads me back to the homestatic state point, a fixed point, okay? So now, you can define the sum of discounted deviations along this path as this weighted sum, okay, and gamma here is a discounting factor, right? And you can define the sum of discounted rewards by the sum, this is what is maximized in reinforcement learning curve, the algorithms, okay? And what you can prove is that if gamma is less than 1, meaning that you are actually discounting, right, then the path that maximizes rewards will also minimize the deviations, okay? And this is really kind of trivial proof, okay? And this is really kind of a trivial proof, well, basically it's a trivial proof, okay? So you can write out actually for, you know, a sequence of particular deviations that you experience in the future as you follow a particular policy of action, okay? So you can write out, again, you can write out, again, almost explicitly a series of rewards that you experience as you take that path, right, as you take that series of actions, all right? And then with just a few reiterations here and there, you end up, by substituting this into here, you end up that sum of discounted rewards, basically is a constant term, and then it's discounted with this gamma minus 1 times the sum of discounted deviations, okay? If you look, if you now minimize, if you look at the policy that will maximize this, right, the constant term drops up, okay? And as long as gamma is less than 1, this term is negative, and so the maximum of this will be a minimum of this, right? Okay, so, is it clear? Just, there's nothing mysterious here, there's no mathematics here, so, okay? All right? So, which basically tells you that as long as you discount, if you fulfill the economic imperative, meaning that you try to gain as much reward as possible, you also fulfill the homeostatic imperative, or physiological objective of stability, right? Which basically means that we've come up with a normative theory for homeostatically regulated, motivating learning, okay? So, which also means that my definition of reward really is this, okay? All right, so now, so basically this is all the theory. There's a few more details here and there, but this is all the theory, okay? All right? Interesting note is that this also gives the first sort of objective explanation of discounting, okay? Previous explanations for discounting have been all economic or psychological, right? For observation, right? Because people have done experiments where they say, for example, the following. They give you a choice, okay? I'll give you, you know, $10 today or $110 in a year. Which one would you choose? Okay? And you can triage discounting by that. People will, huh? You know, which one would you choose? $110 today or $110 in a year, right? You don't know, right? You don't know, right? Because $110 a year is worth less to you than $10 a month. Okay? So let's take your discounting. And here we give a physiological sort of, physiological reason for discounting. Why wouldn't this work if you don't discount? Okay? So if you don't discount, so if you discount, you're always guaranteed the shortest path, so this is something I'm going to show you. You're guaranteed that the path within the state space that minimizes the deviation, maximizes the reward is also the shortest path through the space. Okay? If you don't have this discounting, then the specificity of this path doesn't matter. Just what matters is the starting and ending point, right? So you could have paths that are apparently optimal that do something like this. So they go away, they go back, they'll overshoot, they can do anything they want in between, as long as they end up here, and they'll be equally optimal. Okay? This is physiologically untenable. Right? Because we know that if you, if one of the modalities is temperature, if you start here, and you deviate five degrees, you can never get back to this point. You won't have it. Okay? Very cool. Okay, so now, what I'm going to show you now is how can this model, right? How can this system simulate behavioral experiments that so far have not been explained in a normative way? Okay? So, one is anticipatory responding. This is an interesting pattern of behaviors that have not been able, that reinforcement learning theories so far have not been able to explain. Okay? So, and basically, it's a classical physiological fact observation that animals will preclusively take, produce patterns of behaviors that predictively redress future homeostatic deviations. Right? Animals will eat before their glucose levels drop, actually is the point where they can feel it. And animals will, for example, shiver predictably if they know that they will be cooled down. Okay? Alright? So, this is, this is one of these examples. Insulin suppression goes up before meals, actually. So, I'm going to focus on this. And show you how to, how you can model the first, the prototypical anticipatory sugaring experiments. Okay? So, in these anticipatory temperature regulation experiments, it's a classical foglogan conditioning scheme. You have an animal, you have a conditioned stimulus, and then you cool the animal down. Okay? Classical experiments we've done with rats. Maybe not with a bell, but with a light. And then, basically, they douse the rat with cold water, which decreases the body temperature. The rat instinctively starts to shiver. Okay? And then, what they find is that progressively the rat starts to shiver, not here, right, so not in negative control, but it actually starts to shiver right after the conditioned stimulus. When they measure the rat's body temperature, they actually find that the rat's body temperature goes up here, right, before it has any deviation. Okay? So, how can we model this? This is very simple. So, the state space is the following. We have the initial state space. The state, right? With some probability, we'll see conditioned stimulus. In the last phase of conditioned stimulus, we'll prove probably one, we'll see a homeostatic deviation. Alright? Okay. So, what you see, and, 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 and in fact, so, and just to do this in the background, so we use exactly the algorithms that I laid out before to simulate this experiment. Okay? Alright? So, this is homeostatic deviation, so the state of our, of our agent is depressed. Okay? And then, progressively, the agent learns to minimize this depression by, in fact, compensated response. So, if we just look at the, at the, at the, at the behavioral outcome of the simulation, what you will see is that, in fact, if there is no, if the internal state is not taking into account, there is no reason for the rat to start shivering here. So, if you start our simulated rat, at 50-50 shivering, not shivering, you will find that it goes to 100% not shivering. Okay? If we use classical reinforcement learning algorithms. Okay? If we use our homeostatically regulated algorithm, if you start at 50-50, our simulated rat readily you will learn to shiver on conditioned stimulus. Okay? All right? So, now, okay. So, if it visits the Q state. Okay? So, now, if it visits the Q state, you will see that the rat actually shivers, right? At this state. It starts to shiver here. Right? Before any deviation occurs. Okay? And then there is this transient, of course, because at the beginning, there is no deviation here. Right? So, the optimal thing for the rat would be not to shiver, but then actually the reward information propagates back to this state when it starts to shiver. Okay? And so, the value of the address behavior goes up. Okay? 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 And so, now, if we look at the dynamics of the internal state, what we find is that initially, indeed, the internal state, internal temperature is deviated down by this manipulation, and then goes back to pretty much the optimal here, the optimal is slightly over 35 degrees. Okay? And if we look at detail, what happens actually during single trials is that what you find is that, okay, here is the rat that is being cooled down, so the temperature goes down. Okay? Here is being cooled down again, there is a negative deviation. Here it starts to learn, and what we find is that there is this, sorry, this is a Q, and then here is the deviation, Q deviation, Q deviation, right? And here what we find is that our simulated rat learns to start to elevate its temperature right after the Q, right, before the negative deviation comes. So this is at the start of learning, and once it has, in fact, learned how to stabilize its internal state, what you find is that whenever there is a presentation of cold predictive Q, there is a positive deviation in the internal state, right, so as to, in fact, minimize the negative deviation. So this shows that this algorithm can actually simulate these anticipatory responding experiments. Okay? If we didn't have our physiological definition of reward, we would not be able to show this. And we also can, in fact, show that this is the optimal behavior. This is the best rat can do to maintain stability. Okay? Alright, so another classical experiment that falls into these anticipatory responding experiments are, is an experiment that tries to understand, is tolerance to alcohol a physiological response, really a change in the biochemical makeup of our body or our brain, or is it a learned response? Okay? And here the experiments work very similar. Okay, start, condition stimulus, and then inject the rat with alcohol. Alright? Alcohol has a strong hypothermic effect. In fact, the reason why it has a hypothermic effect is because it decreases our ability to to resist environmental changes, the ability of our body to maintain our temperature in the face of environmental changes. Basically, alcohol makes us much more sensitive to ambient temperature. Okay? If this experiment is done in a cool environment, every time you inject the rat with alcohol, its body temperature will go down. Okay? So this is the experiment that was done. In fact, there were many experiments like this that were done. And this is one example that was published in 1980. And here's what's going on. Okay? Here's one trial. Okay? And they're tracking the temperature of the rats. Alright? And then what they're doing is, here's a, the bell rings somewhere here. Okay? The, um, and then the rat is injected with alcohol, and then they're measuring the temperature of the rat 30 minutes, one hour, 90 minutes, two hours after the injection. And what you see is that zero is the optimal temperature for the rat. And you see there's a strong negative deviation. Right? And I actually asked, um, a lab in St. Petersburg whether they could repeat this experiment. But first they told me they were going to do this experiment. And then after many, many emails and Skype calls, um, they actually went and did this experiment. And it works because the rat won't get cold if you inject it without alcohol. Okay? Which also means that, um, you know, if you, if you, if you, if you drink, um, you know, coming out outside in the cold to get warm, you actually will get not warm in the cold. So you proceed with it. Okay. Alright. As... Our perception is deeper. Hmm? Our perception is deeper. Yeah. Okay. That's a separate question. Okay? Alright. And so in this experiment, progressively as the rat received more and more injections of alcohol, this temperature deviation decreased. And this is one of the classical assays for tolerance, for alcohol tolerance. Okay? Now, interestingly, when they did a catch trial or extinction trial where they rank the bell but did not inject the rat with alcohol, they saw that the rat's temperature went up above the, um, the optimal. Okay? Now, the interpretation of this experiment was that, in fact, alcohol tolerance is a conditioned response. Right? It has nothing really to do with the, with the biochemical action of alcohol itself, in that the rat actually learns to warm itself up predictively. Okay? So now, uh, so here it is. Here's this catch trial conditioned response. And then as you start to re-inject, you see that there is, there's a drop again and it'll decrease again. Okay? Alright? So, how could we model this situation? Alright, in order to model this, first of all, we first of all need to propose that there is some time course, uh, for the effect of alcohol on body temperature. And let's say that it has, uh, a time course that roughly corresponds to the, to this measure of time course over two hours. So, first we inject the alcohol, and then it depresses body temperature in a cold environment, and then it wears off. Okay? So basically we're modeling here the, 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 the pharmacodynamics of mucus. Oh, that's it. Alcohol. Okay. I'm mixing up my, my drugs. Okay? Alright? And then, we can propose that whatever happens, there is a tolerance response. There is a, there is a, there is an instinctive physiological, uh, homeostatic response to this deviation. Okay? Alright? And so that if you were to superimpose the two of them, you will see that the total temperature deviation is, is decreased. Okay? So you need some of these temporal dynamics. Okay? So we're going to take these models for these temporal dynamics of the responses, and then we're going to put it into our homeostatically regular reinforcement learning algorithm. Uh, but at first, we actually need to structure the state space that corresponds to this experiment. So that you start from the, in state as zero is actually observing this cube. Alright? And then there are two choices. Basically, either produce the tolerance response, or not produce the tolerance response. And then we'll have, uh, the temporal states corresponding to 30 minutes, 60 minutes, 19, 120. And then, you end up in state S3, which is restarting the experiment. Okay? Alright? And so now we can take the state space, roll it through our, uh, algorithm, and, you know, okay, you know, I wouldn't be telling you about this if it didn't work, right? So, and then we can perfectly simulate this experiment, almost quantitatively. Um, basically, um, proving that indeed, that this data can be explained by a conditioned learning, right? Value learning, of predictably redressing deviations to the internal states. Right? And one of the predictions that this model makes, let me go back here, is that, in fact, you should observe positive temperature deviations, um, right after the occurrence of the conditioned stimulus and before alcohol was injected. And this is what probably, uh, the behaviors in St. Petersburg will measure. Okay. I, I, I tried to motivate them to do the experiments with cocaine, uh, but quickly realized that alcohol might work better in Russia. Okay. Alright. So, another curious, another curious, um, behavioral phenomenon that we can handle is the so-called extinction burst. Now, um, um, if you have trained a subject on a particular, say, prologue and task, right? And all of a sudden you withdraw the, the reward, right? What you find is that all of a sudden the rate of responding goes up significantly, transiently, before you extinguish, before you unlearn, okay? And actually, uh, I, uh, Google searched for, um, extinction bursts and I found a huge amount of, sort of, popular literature and basically... In the book boards. Hmm? Even in the... Yeah. And, in particular, yeah, in particular in child psychology. Right? Because these extinction bursts are a big problem when you try to teach a child not to do something. That's the violation of the expectation of participation. Yeah. That's right. So, basically, the explanations for this burst, uh, that I, that, that have been little before, you know, they're psychological or even economic, right? Basically, we say, okay, you expect something, you don't get it, you get nervous, you get angry, and then you start tapping into it. Okay, the other explanation is that, okay, so, basically, um, yeah, there's a, okay, the explanations from the reinforcements point of view were, were largely passive, right? Because, from the reinforcement learning models, right, from the RL theory, it's because that if you stop reinforcing your behavior, they're all, the classical RL theory suggests that you should start decreasing response, right? Because you experience the outcome, the outcome is less than what you expected, expectation error is zero, so on the next track you should respond less. However, what we find is that transiently, the next track, when you respond significantly more. Okay? So, basically, that's right, but it's nothing mysterious, but basically, if you include the internal state, right, as a, as a, as a, as a factor in the learning algorithm, then you you're ready to get these extinction bursts, and basically, these extinction bursts are dependent on the fact that there's a temporal, there's a time difference, there's a time scale difference between unlearning the outcome expectancy and the, and the deviations in the internal state. Okay? Basically, what happens here is that our system is, is desperately trying to redress the physiological deviation by taking behaviors that it hasn't quite unlearned yet. Right? And eventually, it actually unlearns the value of this behavior because it directly sees that this behavior does not produce the appropriate physiological redress. Okay? Which also suggests maybe all these nonic effects that previously have been argued to be the cause of extinction bursts are actually the secondary effects. Right? It's a stress effect based on the discrepancy between the values that you expect from the behavior and the actual outcome. It's not the cause of this. Okay? All right. So, let me quickly sort of finish here. So, this model actually gives you a number of other explanations that I will scroll through, and that's where we start, that's where these parameters, m and n, become important. Okay? So, for example, if you assume that m is bigger than 2 and m is bigger than n, then what you can find is that the reward value increases with the dose of outcome. Okay? Which is exactly what we see. Okay? So, again, if you make the same assumption, right, for n and m, what you can find is that the rewarding value for the same outcome from a highly deviated state is higher than the rewarding value from a non-deviated state. So, this is modernist type. Okay? So, Sergei, this is where you get, this is where you start fixing these powers, the square vector. Okay? This has been observed behaviorally, but not computationally explained, the theoretical. Okay. So, again, with these assumptions from n and m, you can give a normative explanation for why irrelevant drives actually have an inhibitory effect on motivation, meaning that if you're really hungry, right, it will inhibit your responding for food. Meaning that the rewarding value of your food is lower if you're really thirsty, not hungry, if you're really thirsty. It's a cross-competition between modalities. That's been one of the classical effects that you see behaviorally. All right? Okay. So, this is, so thirst in here is for loading responding for food. This is known, and also instrumental responding for food, et cetera, et cetera. So, our theory shows that, in fact, this is part of optimal behavior. Okay? But it's not some kind of irrational behavior. It really is rational behavior. Okay? All right? And last, and one more interesting thing that we can account for, and that is, again, under this assumption, we can basically show that risk aversion is an optimal behavior. Okay? Because, because it is a, basically the curvature of our drive function, right, as a function of the, of the, of the size of the outcomes, right, is negative. So, basically, which means that, if you look at it graphically, which means that, let me just summarize it, which means that, optimally, you will always prefer certain small rewards to uncertain large rewards. Okay? And then, actually, there is nothing mysterious in that. If you think about it, that, okay, I'm, you know, three steps away from my homeostatic point. Okay? And, uh, I'm told that if I take, you know, if I take an action, uh, then every time it will bring me one step closer. Right? Okay? That's one choice. Another choice is that I can take an action, and then one time out of ten, I will get twenty steps closer. Right? In the first policy of action, I'm always certain to slowly approach a homeostatic state point. Okay? In the second policy of action, either nothing happens or I overshoot it. Okay? And if you remember the definition of the reward, when you overshoot a homeostatic set point, that actually becomes a negative reward. Right? And it becomes a punishment. Okay? So we give a normative explanation for risk aversion. Here's a simulation of an experiment where a rat is given a certain small reward, or an uncertain large reward. There's a state space for this experiment. Here's a simulation basically showing that you will, the rat will, the rat should learn, and it actually does learn, uh, to avoid risky outcomes. Okay? So basically showing that risk aversion is rational behavior. Right? So it's pathological paradox. Economically pathological paradox. Right? Um, I think I might want to stop here. Right? So under certain assumptions and extensions of this theory, let me sort of skip all of this. Okay. So under certain extensions of the theory, you can solve a number of other problems for drug reduction theories of behavior. So we know, for example, that, uh, taste information for food outcomes is signaled rapidly and directly to the dopamine-emergent system to opioid receptors. Okay? We can propose that in fact this taste information can be included in our reward definition. Right? And this taste information is actually, um, is, is, is an estimate of the impact of that food outcome on the, on the internal state. Okay? So if we do that, right, then we can resolve, um, problems with the basic models and particularly we can account for the fact that dopamine neurons show instantaneous responding to unexpected food outcomes. You don't have to wait to digest them. And particularly a whole host of experiments that show that you can dissociate the motivational effects of non-sensory and sensory pathways for food delivery. Okay? Right? And for example, you can show, it's been shown that oral delivery of water is motivating. Rats will work for it. Okay? Uh, intragaster delivery of water is not motivating. Okay? Rats will not work for it. Okay? On the other hand, intragaster delivery of water is very efficient in producing sobriety. Okay? So, you can train a rat to work for water, inject it with water, and it will decrease responding. Right? So, and then our model can handle that particular experiment. Okay? So, and then I'm, I probably don't have time to, to go through this, but you can also propose that there is a whole class of foods called hyperpalatable foods. Right? That they are high in sugar, for example. Right? Um, and we can propose that those foods actually give you sensory information that is incommensurate with their nutritional content. Okay? And so, for example, uh, beverages that include high sugar, corn syrup, right? They're highly sweet, you can't tell how many calories, what's their caloric impact. Right? And if you include this hyperpalatable term in our reward equation, then we can show that these hyperpalatable foods will be overconsumed. Okay? Because they're overvaluated, because they have a discordant effect on the, uh, on the reward system. And in fact here, basically the reason why, um, uh, the, 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 the simulated grab has a motivation to consume higher levels of these tasty foods is not because it's working to reduce its internal deviations, but it's actually working just for the sensory reward. Right? Which means that in principle it will overeat, right, without any, um, any limits. Okay, so some future direction for this work. So, so far, so far I've considered a model that takes into account, uh, information traveling from the homeostatic regulation system to this dopaminergic rewarding system, right? And structuring behavior that way. But we know also that there are connections back down from, uh, uh, dopaminergic nuclei to lateral hypothalamus circuits. So there is a, a reverse regulation of representation of your internal state as a function of your motivational state. Okay? So, uh, one of the directions that I'm working on right now is developing not a homeostatically regulated reinforcement learning theory, but an allostatically regulated reinforcement learning theory. Meaning that within this theory you're considering what happens if your motivational state starts to, in fact, shift around the target point. The representation of your physiological target point. Right? And, uh, some initial versions of this theory actually are very efficient at modeling cocaine addictive, uh, sort of pathological behavior in responding to addictive drugs. Okay. Right? Um, so, again, right now what we've done is we've developed a theory for a very simple symmetric objective function. Right? And it would be interesting to look at what happens under non-symmetric objective functions. Right? We know that certain modalities have a higher motivational impact, certain physiological modalities than others. Okay? We also know that tight homeostatic regulation is required. So, homeostatic regulation for some modalities is much tighter than for others. Right? We can tolerate hunger much better than we can tolerate thirst. We can tolerate thirst much better than we can tolerate temperature regulations. Right? So, how do you take that into account in this homeostatic state? And if you take that into account in this non-symmetric objective function, are you still going to get that mentality? So, this is something to look at. All right? Uh, and then again, um, uh, can we use these sort of classic models to understand physiological and social interactions? So, it's interaction between the internal state and the social interaction within the group. And this is, again, into multi-agent modeling or agent modeling of heavy agents that include internal state representation as well as value awareness and simple value awareness. So, this would be an interesting, um, interesting area to pursue. Meaning that, you know, would a horde of these persons act collectively differently when they're collectively hungry than when they're collectively satiated? You know, what would be the group dynamics if you have a subpopulation who are hungry and a subpopulation who are not hungry? Um, yeah. And I think that's the conclusion. Now, we started with two unrelated bodies of behavioral theory or computational behavioral theory. And we presented this homeostatic reinforcement learning theory that we're actually in the process of publishing at the moment. Um, and then, uh, I'd like to thank my financial sponsors. This is my group, research group, on our retreat in Portugal. And then, uh, I think to kind of simplify things, you know, what I showed you is that, um, the lyrics of the Rolling Stones song that says that you can't always get what you want. Um, but if you try, you might get what you actually need and modify it sometimes. Right? That you're actually, without knowing it, or stating a deep neuroeconomic problem. Right? That maintaining neurophysiological stability is mathematically equivalent to max, to fulfilling this economic imperative of maximizing collection of rewards. So, I think that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I think that's it. Thank you. Thank you. I just have one more detail. So this theory also was like, so basically the heart of the theory is to define reward in a physiological way. And then you incorporate it in whatever reinforcement learning algorithm you want, whether model free и это также означает, что вы можете объяснить не только компонентно, но и инструментов. чтобы они не respond неENA так как вы неудачно так как вы неожиданно так как вы не можете если в попе в пол когда вы неожиданно в冬е вас ждет ничего до нас Возвращение каши, в некоторых местах, где можно найти его. Если вы найдете его, то если вы найдете его, то он не будет идти. Возвращение каши. Возвращение каши. Некоторые люди, которые, я думаю, херосайтисты, пытались convince меня, что структурно-операционные модели, которые были херосайтистами, и вы можете подтвердить это или сделать какие-то модели? Какой-то модели? Структурно-операционные модели. Они пытались convince меня, что каждый херосайтист должен использоваться херосайтистами. Я не знаю, что они... А я не знаю, что они... Есть ли имя структурно-модель? Структурно-модель, структурно-equATIONAL модели? Я не знаю, что они. Обязательно-модель. Структуры-модель. Продолжение следует... 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 То есть в этой модели у вас есть драйв, это некоторое несовпадение текущего состояния физиологической переменной с ее целевым. А главное, его напрямую... В последних моделях есть модель конкретного будущего. Да, вот смотрите, модель будущего. Она не обязательно подразумевает оценку того, насколько текущая сторона отличается. Оно подразумевает оценку того, что сейчас мы находимся не в том состоянии, в котором мы хотим находиться. То есть, его модель подразумевает, что мы, имея текущие физиологические состояния, имея ту ситуацию, в которой мы видим, у него это называется обстановочная аргументация, то, что мы не говорим сегодня. Есть как бы аргументация о том состоянии, о наших целях, которые заложены в нашей жизни. И есть память, которая позволяет, зная обстановочную аргументацию нашей цели и наш опыт, опыт, который у нас был, мы генерируем образ, опережающий отражение того, куда мы хотим попасть. То есть, каким образом мы из текущего состояния можем попасть в целиком. И затем мы реакцируем программу, сравненно контролируем, то, как у нас изменяется наша аргументация, в зависимости от нашего прогноза этой аргументации. Но что здесь важно здесь прогнозируется не только драйвом, то есть не только изменяем наших целях, но и состояние окружающей среды. То есть, мы проверяем, например, если мы хотим надеться и идем за водой, то у нас есть в памяти как бы, ну, наше знание о том, как это обычно делают в текущей ситуации. Если мы идем за водой, то есть как бы у нас вдруг дверь не открывается, за которой мы знаем весь кран с водой. С этой точки зрения у нас состояние переменной на прогнозе драйв никак не изменилось. Но с точки зрения прогнозировало результаты действий, которые заложены в мозг, оно изменилось, потому что мы прогнозировали, что дверь откроется, а дверь не открылась. Потому что та программа, помните, у меня есть еще программа поведения, то есть та программа поведения, которая была направлена на реализацию вот этой вот желаемой цели, она не случилась. Да, и это как раз отличие, потому что в теории обучение будет начинаться тогда, когда сбылся прогноз вот этих вот результатов действий. А здесь обучение начинается тогда, когда мы удовлетворяем или не удовлетворяем наши потребности. Потому что в этой модели получится, что мы будем стоять и дергать за эту ручку дверь до тех пор, пока не подойдет то время, когда мы должны были напиться. И в этот момент мы понимаем, что у нас сейчас потребность будет принадлежа, а мы начинаем учиться. То есть, вот в этом здесь есть... Потому что... Да, ну, это зависит от ваших соблюдений, конечно. И у вас же не так было раз. У вас это существо, в котором существует цепочка поведения, направленная на достижение цели. То, что вы говорили, это называется model-based reinforcement learning. Обсумение, какая она должна быть... Когда вы меня имеетеать принципиологию, что вы имеете в виду структуралку, то есть действия. То есть, как то, в результате, есть решение, которое мы проходим с одним мартом. Как вы уже используете данные. То есть, как мы происходим с одним мартом, где вы берете цепочка отрифта? И вы увидите, что у нас есть неизвестные результаты, а неизвестные результаты, а неизвестные результаты. И это когда вы начинаете учиться в этом системе. Вы не должны не испытывать это. Даже тогда, вы не должны иметь модель-систем. И это неизвестный результат. Вот я показываю вам все эти симуляции, которые очень, 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 очень очень, очень просто. Но они в комплексе, вы должны быть в этом системе. И в том числе, чтобы эти стены в этих стены, эти стены в комплексе, что вы можете сделать, Продолжение следует... 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 Не зная теории Анохина, мы разработали математическую модель... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, в том смысле, не в предметах, как получили результаты... А в предметах, в смысле... То есть, можно построить все обучение, предсказание... А, предсказание... Не обязательно... Ну, будущая агентация и будущий сенсоров тоже... Да, ну, мы поняли... Это более easy... Продолжение следует... 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 Я понимаю, что здесь действительно очень такие элементарные задачи, которые решаются. А когда мы сталкиваемся с забитой дверью, как бывает, то такого рода модели, наверное, перестает работать, потому что происходит фазовый переход, где должны возникать другие картины мира. Я могу привести простой пример модели, который в форме фазово нужно, как минимум, раздаваться. Смотрите, я с ними возьму вот такой убиринт, очень простой. У нас, значит, это стартная камера, когда мы помещаем желтую. Дальше у нас есть такие узнава, а вот здесь вот у нас целевая камера. И модель такая, что с реальностью 50%, как только вот этот вот рука, и вот этот вот рука. А он чувствует, соответственно, перекрытие между людьми. И каждая стажерка впадает, она не может видеть, какой звуковой фаз открыт. Получается, что стандартный органик, если мы не будем звонить каких-то допущений, например, делать две разных модели мира, ну, каждую другую. Два номера стоит. Получается, что как будет представить? Первый раз, например, открыт вот этот переход. Случайным образом у нас наш агент, животное блуждая, пока оно не наткнется сюда. И, значит, его подкрепляется как в предыдущее состояние, и она, значит, вероятность перехода вот через этот рука включилась. Но потом, когда мы проходим в следующий раз, например, подряд в середине, было открыт вот этот рука. И получается, что его подкрепление, которое было добавлено сюда, должно сняться, добавится вот сюда. И таким образом получается, что если мы будем животное помещать беспостоянную, то оно не будет обучаться. Потому что каждый раз... 50 на 50, да? Да, 50 на 50. Если же... Можно обучиться тому, что животное может пойти или налево, или направо, и неважно как. Но тут или налево, или направо, но оно не будет помнить, что если вот здесь закрыто, то нужно сразу же идти сюда. А, то есть, животное может пройти. Да. То есть, задача такая, что вот, животное же почему должно учиться? То есть, если один переход, вот этот закрыт, например, то оно разворачивается и идёт сразу же сюда. Нет. Можно это включить просто. Стоять спейс. Да. Если у вас стоит спейс будет содержать только переход туда, то... В общем, это уже полный переход, может положить поднимое состояние. То есть, это состояние вам разность... Вы можете сказать, у нас на двое состояние, да? Это первое состояние, второе, третье, четвертое, пятая, да? То есть, у нас есть... А что это история? Мы скрыто, мы учимся и тогда идем... ...возь, который он стоит спейс, то есть, он сделает, у нас есть такая акция, которая пройдёт с четвертого пятая. Правильно? Правильно? Мы не знаем, что это может появиться. Может закрыть. Ну, это не совсем понятно. То есть, под этим действием мы подразумеваем цепочку 4, 2, 2, 1, 3, 5, 6. То есть, мы её как-то закладываем в камешки. Есть такая акция? Да, да, да. Вопрос в том, как раз... Как раз нам присутствует какая-то самая цепочка будет следующая? А теперь мы уже заранее вспомним. Ну, а тогда нужно, то есть, действительно, уже использовать молодые стопы. Молодые стопы. Молодые стопы. То есть, животное учится не только ценностям в каких-то выборах, ну, а также структуре своего... Туринград, да. Структуре самого таска, да, что он знает, что он хочет. И тогда уже... То есть, вероятность появления одной, одной группой альтернативы. То есть, можно было решать, это будет работать. То есть, например, модели аластаза и модели англозависимости, которые у нас строим для эскалации элитаризма, они как раз и дозируются на молодые эскалации. То есть, конечно, не нужно для того, чтобы животное, как бы поняло, оно в мире, где находят рассудки, то есть, в жизни находят не рассудки. То есть, в два разных таких положениях. Значит, они будут разные, соответственно, какие-то функции ожидания награды. Потому что... Да, да, да. Получается, что, имея одно и то же процентное состояние, в зависимости от того, в котором мы находимся, у нас может быть разные функции награды, потому что это именно по функции ожидания награды. Потому что мы по значениям ожидания награды выбираем действия при помощи. Ну да, понятно, да. Пожидаемые награды, кратерности и возможности выбора этого поведения. То есть, там две переменные. То есть, там, например, замок насажира. Ну да. Ну, например, вот это вот представление, что эта функция внутреннего пространства, она не важно, в каком виде. Ну, мне просто надо прочитать эту теорию. Спасибо. Спасибо. У вас по общему вопросу. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот Вы для алкоголя привели такой довольно простой гомеостатический коррелят, да? Эта температура. Классический. Да. А вот Вы, когда строите модели зависимости от других наркотиков, Вы предполагаете, что для каждого наркотика найдется такой коррелят, или все-таки Вы вот эту вот мотивацию поиска наркотика собираетесь включать в брошюре за модель, вот, как Вы говорили, вкус включаете, да? То есть, просто в этот член, который не связан с гомеостатом. Вот, потому что сейчас получается, что вот эта теорема жестко связана с мотивацией и гомеостатом. Вот, да. Ну вот, соответственно, вопрос. Это очень связанный вопрос. То есть, мы начали... Вот эта вот вся теория, математическая теория, можно сказать, даже если на это название действия гомеостатской мотивации, она будет в стадии развитием. Сейчас мы ее немножко, можно сказать, изменили, включили вот эту обратную связь, Властас, вот, которая позволяет нам, например, моделировать эскалацию самоадминистрации в Таиме. То есть, очень интересный весь башкет, что если брать и крыс, и им давать каждый день то, сколько Каима, неважно, да, инструментально, давайте им доступ на один участок. То есть, эта крыска, каждая на битвум, она выйдет на определенное количество АК, которое не нужно, и ей вообще все не будет. Потому что используем только самцов для этого, и он будет спокойнее каждый день себя, значит, загружать. Получать свою дозу, а потом техника спокойнее будет тушить, спать, все готовить, все готовить. Вот. Это ту же самую крыску. Вот. И дать просто Каиму не на 1 час, а на 5 часа. То есть вдруг эта крыса начинает искалировать дозу. То есть она начинает все больше и больше и больше себя заряжать. То есть дозу повышается, 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 повышается. Это, наверное, фантастический руль, там, в 600-700 процентов и позволить. Причем еще, если измерять выпуск элфамина из вентральной церкви. Вентральная европатер. Вот. То, если даровать этот счет, так сказать, короткий, то видно, что там, значит, есть острик дофамина на кокаин, он стабилизируется, он даже там попадает, в общем-то, как-то, можно сказать, совершенно похожим на вот эти базовые теории при инфраструкторе, эти модели, да. Если же крысы эскалируют, то, во-первых, у нее тонический уровень элфамина повышается, там, не знаю, 400-500 процентов. А во-вторых, совершенно по разуму начинает вот фазовый, диагностический уровень элфамина, в основном, совершенно разные вещи происходят. И вот эти эскалированные крысы, вот это действительно те индивидуумы, которые, если даешь, как бы, там, выбор, шеяться или, там, воду бить, они будут шеяться, они могут умереть. То есть, не могут... Более того, если вы будете комбинировать доступ к кормушке с кокаином, с ударами током, они все равно будут продолжать. Да. Кормушку они хотя бы не будут, потому что потом это током бьет, а кокаином они будут брать. Вот. Это довольно интересный такой эффект, который, в общем-то, до сих пор не мог быть комбинирован. А почему вы посчитаете, что это связано со сбивом не от статической точки, может, при плене пищи по необходимости лечить, а не просто с тем, что награда под кокаина просто превышает награду под приемом пищи, прием пищи, когда они убираются? Очень интересный вопрос. Значит, вот мой коллега Барбов, значит, он провел очень такой курьезный эксперимент. Он взял своих эскалированных крыс, которые в настоящий момент считаются одной из самых лучших юридических моделей наркозависимости. То есть наркомандского. Не потребление наркотика там, это самое, иногда, от структуры на вечеринках, а действительно наркомандского. То есть люди, которые подходят в совершенно физиологическом состоянии. Вот. Что я не знал, честно говоря, что во всех вот этих парадигмах, да, там, в основном, когда эскалирование делается, дается один только выбор. Ну, выбор такой. Значит, вкладыши из эскалины. Так. Или, в принципе, вкладыши. Вкладыши. Вода. Вода. И крысы, конечно, начинают убирать эскалированных и начинают эскалировать. Правильно? Или же там дается... Стоит гармушка. Так. И вкладыши. Эта крыса начинает там сбывать по еду и начинает сама. Серж, мой коллега Серж Акмен, он сделал следующий эксперимент. Он вставил одну клавишу кокаин. Так. Другую клавишу он вставил сахарозаменитель. Нет, это сахарозаменитель. Нет, это сахарозаменитель. Сахарозаменитель. Ой, какой он. Хай. Ммм? Эксирий. Ну, сахарозаменитель. Что такое? Нет. Сахарозаменитель. И вот эти крысы, которые эскалировали дозу там под тысячу процентов, вдруг совершенно перенесли сахарозаменитель. Вдруг они стали попить и есть сладенькое. Вместо кокаина. И, в принципе, так снизили дозу до вот этого преэскалированного поведения. Это довольно-таки интересный эксперимент, потому что это в сборе как бы у меня немножко вещи, да? Или же это предполагает, что кокаин это действительно не такой уже истинный наркозависимость вызывающий импарат. Или же это предполагает, что наоборот вот этот вот вкус сладкого, это действительно намного более влияющая на мотивацию. Вещь, чем нежели самый такой, можно сказать, наркозависимый существительный наркотик. Наркотик. Ну вот. В приятной парадигме еще никто не мерил, что же происходит с дофамином. Потому что мы знаем, что если заблокировать дофамин, обучения вот всем этим вот этим инструментальным тестам не будет. То есть подкрепление не работает. Вот. У меня вот это, вот сейчас я пытаюсь его убедить, значит не надо. Тут очень много делают. Да. Они показывают, что этих кокаин зависимых оскалированных крыс понижается чувствительное эндиван, тепло. Да, да, да. Рецепторы. Вообще сейчас есть очень интересная работа, которая показывает, что в процессе эскаляции, значит, меняется динамика вотчика дофамина. То есть сначала она появляется, переходит от центрального до корсального ядра, а потом она пропадет. И совершенно непонятно, что поддерживает это поведение. А, сейчас показываю. Чего? Показываются эти быстро, быстро отвечающие динамо адресепторы, они перестают реагировать на дофамин и начинают реагировать на кондиционер. На что? На кондиционер. То есть если я наркоману показываю, крыса наркомана помещает в клетку, где она брала этот самый кокаин, да? И он на это, бешеная реакция. Ага. Ну понятно. Вот как раз вот те данные, которые я видел, у нас был атом и Фолла Феликса, они как раз показываются символом. Они показывают, что реакция дофамина на сам кокаин не меняется, а как раз попадает вот этот вот фазовый отклик на кондиционер. А я слышала только что такое. Кого? А это было, я могу дать вам ссылочку. А, ну ладно. Ну в общем это очень спорная такая вещь. Да? Это может зависеть от фазы наказависимости. Это может в поздних фазах будет так, вот как было сказано, когда не дофамируемо определяется мотивация, а просто паничиво. Ну может быть. Это значит, когда... Тогда это значит... Прозумевает то, что... Нам по зависимости это не реакция, да? Это не автоматическая программа. Это значит уже что-то связанное когнитивно. То есть эта крыса начинает уже понимать, что я вот сейчас эксклюзивно пойду и мне хочется взять и, знаете, что самое, нажать вот на эту кнопку, потому что там будет у меня... Это значит хорошо, правильно? Но если это как бы... Гобл-директор, да? То оно должно быть очень чувствительным быть небесным энергетическим образом. То есть, it has to be sensitive to this electric shock. Right? But it's not. So there is something going on that we don't understand. Now, the point is that with this simple model, where we basically combine two classical ideas into one, right, we can regularly simulate all the... It's incredible, right? You know, my former student, maybe he went to Bordeaux, spent six months in the lab, you know, saw how the rats run, got the beta, and then basically any beta that Serge Hackman's lab can give him, he can account for these families of models, where you just presuppose that there is a... And there, what you have to assume is that that levels of applying dopamine is another homeostatically regulated theory. Okay? So now we're just trying to think about what's the biological basis for the consumption? Right? And one of them would be that what's regulated is relative sensitivity of D1 and D2 receptors, dopamine receptors. And so that they're... They change their sensitivity as a function of of experiencing, of changing dopamine levels, so basically. like the number of the variables are a bit more than that. like we've said M and F, or gamma. Or gamma? Yeah. Like that, yeah. They're a static, because they're like, they should depend on the form. Yeah. Well, like that... Well, I'll show you. Well, it's fine, I'll show you. All kind of all this is, but there are some Некоторые, конечно... Они растягивают эти изоления, да? Они, то есть, сейчас я их найду. В пользу. Вот. Ну, вот здесь. Ну, можно так. То есть, если N и N... Так, это... То есть, во-первых, ты должен показать для вот этого вот эффекта, Для вот этой теореты. N и N могут быть любыми. Правильно? Главное, чтобы была хорошая, правильная, правильная, ведущая себя функция 1 и 0, да? То есть, единственное, что нужно, это чтобы был дискампинг. Так? Значит, если мы изменяем эти N и N, тогда функция получается с вот такими вот искривлениями. И сжатием вот этих из-за контуров. И тогда мы можем показать вот эту вот цифру. Неприцей... Драйву и все остальные ракости. Значит, а что же это можно... Как же это можно... Что с этим делать? Правильно, да? То есть, можем сказать так. Так как мы действительно видим все эти исчезающие появления, это предполагает то, что вот этот drive function, она такая-то и есть. Правильно? Это с одной точки зрения можно посмотреть, да? Но это немножко нечестно, потому что мы ее уже предположили и потом получили результат. Вот, то есть, если условие выполнено, значит будет такой результат. Значит, это не значит, что если есть у нас результат, то условие выполнено. Правильно? Вот. И вот что-то у нас получается самая такая, можно сказать, сложный момент вот этой теории. То есть, как проверить вот эту функцию? Итак, я не думаю, есть какой-то картинка и сбережет? И мы с Hur Answer. И как бы мне поддержать? Я не могу понести с powered наavana... Nice. Нет никакого иного развитияだ не можно стать лошадкой, поскольку такой студентам ecology помогает. Практически то естьEx personeゃ giрунка рес И desά publik и т.дり выйдет. Пол- pin원이 ошибкой berço. Сейчас gardens говорится невозмке. Но мы думаем, что мы думаем о том, что мы делаем эксперименту, и это то, что мы делаем эксперименту, чтобы пробовать структуру этого внутреннего физиологического состояния. Таким образом, новые оптогенетические техники, которые начнутся использовать, модифицирующие специфические cell-populations, которые могут быть использованы. В общем, те-то эксперименты... Могли быть объяснены совершенно элементарно биологическими моделями с полуваком. То есть у нас есть наркотическое подкрепление, у нас есть подкрепление через стимуляцию... Медиальный. Медиальный. Да. Как раз эксперименты по функциональному имиджу показали, что как раз там вроде бы и есть репрезентация ценности приборов. Это одно и то же? Медиальный. В смысле? Эрктические стимулируют те же самые структуры, которые наличны. Рецепторы допамина. То есть это допаминаргическая система. Понимаете? Мы вот технически ее стимулируем, а мы ее же выступили по-моему. И активируем. Ну, если это переводим одно в другое, зачем тогда, так сказать... Какая ее переводим? Да, ну просто можно... Нам же надо понять, почему... А где нам хочется... Если можно пересчитать... Что делать? Парага про эрктическую импульс. Любая, нельзя. Потому что любая финическая стимулировация, через замечание, на самом деле, адресная. И там начинается игра с рецепторами, которые сидят в рамках клеток и так далее. И мы можем весь этот химизм посмотреть. А так это шарая штука, шарая. Понятно. То есть когда достиглируешь что-то, то непонятно. Что же там делается? Там все понятно. Или же там клетки активируются, или наоборот они деактивируются? Да, мало того, эти петли только затекают, начинается очень связанная стимулиручка. Да, да, да. То есть, как я и говорил с вами, то есть первая задача была как простая, ну простая, может быть, геологическая. Мы разработали некую математическую модель, да, переложили вопросы и решения с языка биологии в язык прикладной математики, можно сказать, да, или информатики. И теперь у нас есть игрушка, которую мы можем играть. Играть серьезно, да, да. Которую мы можем поворачиваться так и сядь, смотреть, анализировать и делать выводы, и структурировать эксперименты, которые были дополнительные. Я думаю, если, я, наверное, разочаруюсь в этой модели, если она сможет сменулировать все эксперименты. Потому что, потому что тогда она не интересна, потому что она быстротология какая-то, да. И мне кажется, в общем, с точки зрения философии модулирования модель, она сам, по крайней мере, биология, она более всего полезна, когда она как-то неправильно. Потому что это показывает, что мы что-то не понимаем. Вот, например, классические модели обучения чистого скрепления совершенно не объясняют этот эксперимент с сахаром и кокаином. То, что классическая, сейчас уже теоретическая модель, значит, в зависимости от кокаина, это то, что кокаин фронологически производит вот эту самую вот ошибку. Так, просто она, кокаин бьет просто дофаминовую клетку, и эта вот активность фазическая, она никогда не пропадает, значит, получается, что кокаин производит постоянную положительную ошибку. Постоянное подкрепление, значит, чем больше ты его понимаешь, тем больше ценность поведения, приводящегося к кокаину, и таким образом все остальные, можно сказать, положительные, то есть натуральные какие-то стимулы, они раньше или позже от папы. Потому что они раньше или позже будут ниже ценностей, чем кокаин. Так? А тут, то есть эта теория предсказывает, что раньше или позже эта эскалированная крыса, в принципе, должна перестать ходить за сахаром. Она не перестает. Она, наоборот, перестает ходить за кокаином. Ну, мы же не знаем, например, людей, что, ну, не знаю, парковали не довели как рыбы. Тут люди же нет, они ходят за кокаином, а будут. Ходят и будет, надо понять, почему. Они не проверяли потребление сахарозы в зависимых мошенничествах? Они больше потребляют сахарозу, то есть эскалируют? Я не помню, честно говоря, это не мой эксперимент. Надо спросить. Просто вроде бы... Ну, на самом деле, я знаю, что работа эта была опубликована. Опубликована была в журнале PLUS ONE. Работа эта прогуляла по всем большим журналам. Там Nature, Science, Science, Nature. Туды, 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 туды. Там его заставили, Сержа сделали там кучу всех этих контрольных экспериментов. Вот. И насколько он мне объяснял, в конце концов, ему как-то даже однажды, значит, просто так по-дружески, один из редакторов Science, после там, не знаю, пятой чужки пива, сказал, «Дружище Серж, ну как же мы можем такую вещь опубликовать в нашем журнале? Это же политическая бомба». То есть, в конце концов, работа у Флайд Сперва там ездит по конференциям, и по конференциям диетологов. И рассказывает о том, какой силен сахар в развитии, значит, зависимости поведения, зависимости от сахара, от вкуса сладкого. Я понимаю, что он подавал сахар в любите, то есть животные чувствовали вкус, но не наедались, не наедались, не наедались, не наедались, не наедались. То есть, они этот, собственно, сахар употребляли… Ну, это не сахар, это просто… Ну, да, да. Сахар употребляли до какого-то, видимо, до той поры, когда желание употребить кокаин, тогда не приселивало, потом у нее еще иду, да? Может быть. Сахар употребляя кокаин, употребляя к тому, что это не удовлетворяет, употребляя сахар в стане. Ань, да. Когда мы посимулировали этот эксперимент, то действительно, нам пришлось просто сфоркунировать модель, то, что животное имеет представление, что есть вот… То есть, есть вот этот арт-кам сахар, есть вот этот арт-кам, значит, кокаин, да? И они влияют на разные вот эти физиологические факторы. Например, ассоциация вкусу сладкого и пищи вообще. Ну, ассоциация вкусу сладкого и пищи. То есть, если сладкий бог, то угрыбный, да? Если бы он не делал такой эксперимент, он заведомо решил не давать ему спросу. А, ассоциация, да? Ну, я не помню. Сахар, где-то из-за глюкозы, там они… Вроде бы он заведомо решил этого не делать, я не помню, потому что решили Богу тому, что не хотел. Вот смешивать вот эти вот… Эфферты как-то насыщения и… Так, эстатические параметры. Да. А вот, у меня вот что-то интересует, знаете, есть такой эксперимент, который мы еще и лингвисты оборудовали. Значит, ситуация следующая. Вам подают красный, например, и зеленый цвет, впоследствии. Да? И просят вас предсказать. Предсказать, какой кружочек появится, например, зеленый или красный цвет. И ситуация такая, что, например, у вас красных кружочков больше. Ну, поэтому 70% красных кружочков, а 30% зеленых. Ну, соответственно… Ну, а вы там перевод получаете за хорошее предсказание. Да, за правильное предсказание. Ну, да, за правильное предсказание. Ну, то есть, вы убьете эту трючку по зеленому, потому что он появляется, и на них что-то хорошее. За это. Вот известно, что крысы, они максимизируют подкрепление. То есть… А максимизирующее подкрепление стратегии очень помогает. Я буду видеть все время окрасных, если их 70%. Если 70% красные, то, например, красные. Красные. Если я буду пытаться угадить эту штуку, то я закончу штуку. Я знаю. То, что называется… 50 на 50. Вот известно, что человек делает 50 на 50. Да. Привиди самую провокологию иначе. Да. То есть, человек в своей прогнозе не соответствует причем ситуации. Потому что человек подкрепление. Ну, в принципе, то, что интерпретируется так, что человек знает. То есть, знает, когнитивно, знает, экспрессивно. Это нет. Это просто… Можно изменить один параметр в этих… Прискового в этом модели и может получить или крики, или проводить его цена. Может быть, 50 на 60. Он сходится с вероятностью… Ну, не 50. Там вероятность… 70-30. Выстроевык… Да. Да. Нет. Он поскольку… Ничего предсказать он не может. Хотел. Нужно все время больше выбирать. Он выбирает с вероятностями. Вы знаете, я читал литературу по таким экспериментам. Да. Выбор вот этого. Как бы… Суть через… Проиволит… Ну, предстоит проиволит. Они просто… Если там 70 на… На 30 человек… Ну, я 10. 70 на 30. 70 на 30. 70 на 30. Я такое ощущаю. Ну, потому что… Это уже… 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 Мотивация – это одно. Да? А есть же, как-то… Конкретный выбор. Значит, вот человек, он делает выбор, исходя из ценностей, то есть, какой-то мотивации, да, глубинной. Или же исходя из того, что он знает, что должно быть. Из каких-то… Вот… Правил игры, можно так сказать, да? И вот… Сейчас, вроде бы, работа уже в рецензии, да? И они, значит, сконструировали такой таск, где они пытаются это дело разделить. То есть, если человек, если субъект следует своим… Вот этим ценностям, да? Ну, конечно, если именно с денежным вознаграждением и так далее и так подобное… Там… Вот… Схема вознаграждения, она сделана так, что если человек делает выбор, который… предсказывает наибольшее вознаграждение, то он как раз и проигрывает. Так? И для того, чтобы выиграть, ему нужно экспрессивно научиться правилам игры. Которые совершенно не совместимы с правилами игры. Вот, значит… Что же получилось? Во-первых, эксперимент оказался очень сложным, потому что очень трудно понять, когда работает одно, когда работает другое. Во-вторых, во-вторых, даже когда этим людям, этим объектам объясняли, что тут будет такой вкаризм, противный, мы будем вас обманывать, что если вы будете действовать своим инстинктом каким-то, вы будете проигрывать, то вы должны вдуматься, тут будет такая сложная, либо там мы будем постоянно, ванна-то-самани, и все равно действуют. Совершенно по вот этой, совершенно простейшим, адвейдовое слово «ваку». Они постоянно проигрывают. То есть, во-первых, это был первый результат. То есть, ну как постоянно проигрывают, то есть данные показывали, что там люди, то есть большинство людей, ну там, средневные данные показывали, что вообще такого «воку» или «воку» или «воку» нет. Нету «воку» или нет. Нету. Нету. Хорошо. Тогда мы там посидели, все посоветовались, вот, и подумали, а может быть, люди как-то индивидуально разделяются, правильно? Ну скажем, я привел такой, ну не знаю, простой там пример, что, пример там, там же студенты эти, да, занимаются наши субъекты, это студенты, я сказал, ну ладно, если у нас студент, скажем там, физик, и он привык постоянно документать, потому что же происходит, да, еще и в шахтуте, я помню, один студент. Второй студент, это я не знаю, с каком-то техникум, но там, тот же готовится стать техникум, да, у него просто, ну это не входит в его, как бы, профессиональную тренировку. Наверняка, в УЗИ 9%. Когда они смотрели индивидуально, и действительно, они нашли, что четко люди разделяются на два класса, то есть есть два класса, один большой, где человек, несмотря что он человек, действует совершенно как велиоризия, или крысок там, неважно, вот, и классы чуть поменятся, где люди действительно могут заставить себя действовать по праву. Вот, это, конечно же, выливается в конфликт, можно сказать, конфликт в ситуации между когнитивным контролем, да, и вот базовым поведением, потому что базовое поведение, оно все вот этим ценностям. То есть инстинктивно, как бы, автоматически, там именно больше кормят, туда я иду, несмотря на то, что, может быть, я знаю, что кто-то ресторан закрывает. Вот. А вторая вот эта вот, а когнитивные контроли, это, в смысле, вот я знаю, что сегодня там, не знаю, света, наверняка у них может быть какое-то там переведение, значит, несмотря на то, что там меня попросят лучше, лучше уж я туда не пойду, а пойду, где я знаю, что открою. Правильно? Вот это постоянный конфликт. И оказывается, что вот этим экспериментом, оказывается, что большинство людей этот конфликт просто не вижу. Не, ну, как бы, сейчас, когда есть, а в кусту лица. А что было с параметром, по которым разделение? Ну, разделение людей, да, на тех, кто писает задачу, и не решает. Ну, я просто вот там сейчас, опять же, я рассказываю, у меня своя работа, то есть, я уже пытаюсь вспомнить, там, в общем, параметры, то есть, обзор вот это то, что видно, там количество денег, которое я просто выиграл. То есть, если ты играешь по правилам игры, то, в конце концов, ты зарабатываешь больше денег, нежели чем-либо, если ты проешь просто исследовать свои вот эти вот ценности, предсказуемые ценности. И они просто смотрели, кто выиграл, кто не выиграл, индивидуально. Это, ну, что это было связано с профессией человека, его актуальность и тем? Это клиентка. Это клиентка. Ну, хорошо это. Надо отдохнуть докладчику. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ